Ирина Хабаров Валерий Константинович, расскажите на вебинаре Первое. Как правильно делать скелетные прививки на яблоне-диске? А мы все это проходили. И когда можно из леса перенести на участок гничку? Какой высоты? И надо ли сделать обрезку на половину при пересадке на участок? Сколько раз? Да. Последняя где-то она, видимо, Ирина услышала, что я ярость сторонник половину обрезать при пересадке. Ну, половина это образно. Где-то с горшком уже треть. Где-то корни настолько плохие, что надо резать даже не половину. Ну, а? Три четверти поняли, да? Вот. Я, Ирина, прошу прощения. Вот. Да, вы сами попросили сказать на вебинаре. Но у меня были первые вебинары, они настолько были дотошные, подробные. И там было все по темам расписано. А сейчас-то мне каково. Повторяю, что сначала, сегодня юбилейный, 200-й вебинар. Вот. Опять получалось так. Неделю назад у меня надо было материалы собраны, 5-6 вебинаров. Пока прошла неделя. И тут письмо, там письмо. Вот ваше письмо. И все пришлось перелопатить. Я сейчас коротко. Очень коротко. Смотрите. Я первая фотография уже. Это не яблони, а это абрикос. Но в данном случае это не имеет значения. Просто несколько советов. Вот скелетные прививки. Чем они отличаются от других веток, привитые ветки? Они практически вертикальные. Это принцип такой. А то вы сами видели. Берется вот такая ветка, тонкая. Допустим, с карандаш. Вот. И она прививается. И получается, что на ней максимум потом 3-5 яблок или абрикосов. А почему так учат? Вот именно вот так вот учат. Почему берут одну из чуть ли не сотен веток. Маленькие, несчастные. Как правило, почти горизонтальные. Ну, сколько уже я видел этих. Все опять про то же. Поэтому я вам говорю. Прослушайте моего щерова совета. Должны быть ветки скелетные. Прививка скелетная. Вот эта ветка скелетная. Вот эти скелетные ветки почти вертикально так и прививаются. Вот это один совет. Второй совет. Зачем это надо делать? Вот это испытание нового сорта. Я тут неудобно называть фамилии этих авторитетнейших людей. Особенно, когда они не могут из могил ответить. Я утверждаю, что скелетные прививки – это невероятное быстрое испытание. Один, два, три года новый сад испытан. Вот мой пример. Это с моего сада, а не с интернетом. Следующий год. И на третий год она умирает. Но это не естественно ее выражает. Это при смерти, наверное. Это понятно. Ветка не росла ни черта. Сразу. Почему? Присобачили, присобачили. Ей для развития, это потомство надо задать, и все. Она чувствует себя неудобно. Чужая территория. Генетическая несовместимость с основным штампом. Со основным скелетом. Значит, вторая задача. Первая – это техническая. Все вертикальные или вертикальные. Вот. Испытание нового сорта. И что еще добавим? Давайте следующее. Вот это вот. От меня веточку получила эта дама. И она привела грушу, шикарнейшую грушу на абрикос. И целый фильм. Это фильм. Я просто фотографии делал с этого. Вот еще пример. Что при этом происходит? Если межвидовые прививки, получается еще быстрее. Вот он еще. Мой пример любимый. У меня есть фотографии, они у меня отдельные. Это для будущих учебников. Для будущих учебников биологии в школах. Для будущих студентов. Вот для кого это все. Вот, пожалуйста, грушу привил. Но тут еще хитрее. Это скелетная прививка, но фактически не скелет. А плодовую веточку привил. И тут же вырожай. Вот там была судьба вот такая. На второй год еще урожай. На третий год еще было. Второй год две груши. Она ни черта не росла, эта ветка. Она плодовая. На второй год две груши. На третий одна. На четвертый год смерть. Но испытать можно довольно быстро. Ну, еще похоже нашел фотографию. Прививка груши в скелет яблони. Вот. Ну, и еще скажу. Если есть возможность. Только на одно-двухлетнее подвое. Только у земли. И как вот пальцы позволяет как можно ниже. Это и есть успех. А скелеты я уже назвал. Почему нужно ее делать. Испытывайте. Хотите проверять. И, да. И вот действительно. Сегодня я снимал фильм. Вот. И как раз я снимаю фильм. Подъезжает машина. С этой. Черноморки. Мужчина-женщина. Мне так обидно было. Они мне сразу вместо порог. Валерий Крисович. Они весной покупали саденцев у Сергея. Проблем нет. Приехали. Ну, из-за доверия приехали. Все в порядке. Еще хотим. Вот. И тут в фильме я даже кое-что про это заявил. Ну, еще расскажу. Купили. Прошло пять лет груша. Она была выписана с Урала. С крупнейшего питомника. Большой из вас же знает, с какого. Крупнейший. Есть крупнейший. Вот. Легко догадаться. Пять лет ждали. Первой груши. Значит. Попробовали несъедобные. Решили подождать. Некоторое время. А вдруг они повисят, повисят и станут сладкими. Они повисели. Они их тогда разрезали. Они черные. Вместо сладкие стали черные. Вот. И я говорю. Ну, поймите. Друзья мои. Ну, вот вам я сейчас это самое. Расскажите вашу историю. Только если не называйте. Потому что и там люди работают. Сколько их можно гнобить. Они настолько. Они выпускают некачественный товар. В большом количестве. Но там живые люди работают. Живые. Поэтому называть не будем. Просто расскажите эту историю. Ну, сколько можно с посылок получать всякое дерьмо. Нет, мы не будем. Да ладно. Напускай. Деньги выбрать. И тут же мне плачется. Только я убрал камеру. Не стал снимать. Тут же мне плачется. Говорит. Ну, елки-папки. Ну, пять лет же потеряли. Пять лет. Вот это нам обидно. Но у нас народ такой незлобливый. Ну, в общем. Поняли, да? Ну, а начинать надо, конечно, вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.